Еще раз всем большой привет! У микрофона Каби. Добро пожаловать на DreamHackFall. Начинаются финалы сезона. И у нас с вами групповой этап группы А. НИП против партинга. Стартовый матч до двух побед. В левом нижнем углу в роли красного протаса появляется НИП. И в правом нижнем углу в роли синего протаса появляется партинг. Спасибо большое паре зрителей, которые подписались на Твиче уже. На Твиче изменилась ценовая категория подписок. Ну вот этих платных, которые... Как они там называются? Это как раз называется Subscribe, да? А обычные пекари называются Follower, по-моему, так. Русскую версию адекватно еще никто не придумал для этого слова. Раньше эти подписки стоили что-то по 400 рублей, а сейчас стоят что-то типа 130. Поэтому если вы давно хотели поддержать канал Каби, но кусалась цена, что мне вполне понятно, я сам за 400 подписан только на Варде, в основном ради реплейпаков, то может быть сейчас та самая возможность. Что ж, а мы с вами смотрим игру. На карте Blackburn начинается матч. Эту карту выбрал партинг. Нет, эту карту выбрал НИП. Дальше Lightshade выбрал партинг. И 2000 атмосфер на Decider. Такой у нас план. Каби отпросился с работы. Ну, Каби там, да, договорился, что на этой неделе с 5 часов он будет отсутствовать. Придется отработать выходные по утрам. Не будет у Каби выходных на этой неделе, получается. Но будем надеяться, что оно будет того стоить. По просмотрам, по вашей поддержке. Вот тут Рейтл закинул кучу гифок. Подарил несколько подписок на Твиче. Спасибо большое за поддержку. Параллельно у меня там идет сбор на новые уши, потому что мои старые сломались. Ну, в общем, наверное, не хочется начинать стрим с этого всего. Давайте лучше обратим внимание на то, что у нас два Stargate поставлены. Оба играют через Stargate, немножко в разном варианте. Оба играют через, как бы вообще, Nexus. Но Партинг еще свой Nexus не поставил. Он добавляет чуть более ранний гейт. При этом у него позже и Nexus, и Stargate. Интересно. То есть Партинг получается чуть более стандартно. Видимо, играет с стенкой на натурале. У него два гейта. А, у Nexus на золоте хочет ставить. Вот оно, в чем все дело. Окей, интересная заготовка. Интересно, когда Партинг вообще успел заготовки под финал сезона выкатить, потому что он буквально вчера играл на GSL. Но тут, конечно, большой вопрос, какой турнир для Партинга приоритетный. Вообще-то, конечно говоря, приоритетные турниры все. Потому что Партинг вот-вот уйдет в армию. И у нас был такой ролик с Партингом, подготовленный перед этим турниром. Кстати говоря, за то, что вернулись эти ролики. Огромное спасибо команде Shopify, компании Shopify, которая... Был такой анонс, целенаправленно поддерживает ESL. Именно в том числе в изготовлении вот этих роликов. И обещают, что на катавицу с iNature Series вернутся. Такие прикольные ролики там были про разных игроков. Ну, а тут Партинг говорил о том, что да, скоро в армию. Что очень надеется он, что StarCraft еще останется, когда он вернется. Если не StarCraft, то другая РТС. Он очень хотел бы снова играть. Ну, а его мечта типа стать, возможно, тренером какой-то команды, скаутить игроков, брать игроков, помогать им развиваться. Ну, в общем, такая вот история. И, конечно, все эти армейские дела, ну, постоянно в голове у корейских игроков находятся. И им приходится помнить, что их время ограничено. Да, у всех нас время ограничено, у корейцев особенно. Залетают Voidre от Niba, убивают Pilon. Дальше Voidre один успел идти реколом, второго убили Fenix. Ну, в итоге, размен не особо хороший. Временно не подключил продакшн. Он вроде бы уже понял фишку с тем, что там Nexus на золоте. Но пока не может особо его ничем напрячь. Даркшрайн дальше у партинга. И оба делают Blink. В принципе, дальше игра выходит стандарт. На самом деле, я увидев два Stargate'а, уже подумал, что у нас будет... Вот помните тот сценарий, который на Корее мы видели? Зун против SOS. Mas Fenix'ы на Mas Fenix'ы. Но, походу, нет. Игра получается немного другая. И куда-то в сторону стандарта она развивается. Партинг все еще не занимает третий Nexus, который как бы второй. MIP вот так вот красиво. Этот прием в основном я видел от Skillous'а пока. Так красиво проталкивает пробочку с постановкой пилона. Так, тут у партинга Proxy Gate. Но они поставят Nexus, да. В свою очередь, здесь два Дарка не могут пока пройти. Начинают бить Stargate, потому что там заказан Оракул и другой детекцией у Ниба пока что нету. Можно нажать Battery Overcharge, если есть энергия, вытащить этот Stargate. Ниб почему-то этого не делает. Он... Force Field Dome оттолкнул Дарка. Да, но в итоге Overcharge нажат в последний момент. Так бы партинг, наверное, сразу ушел. А так удалось. В принципе, не знаю, чего удалось. Вроде урона он особого не нанес, но ладно. Выжил Оракул, все окей. Партинга не знаю, почему третий Nexus не бьет. Наверное, даже не подумал, что у кого-то может быть третий Nexus, когда его пушат вот так вот, и когда он сидит дома. Да, они в итоге сам убивают свой Stargate. А у него, простите, есть... А, вот же ж Оракул, все хорошо. Там просто был другой в заказе, но, по-моему, не купил Stargate прямо с Оракулом в заказе. Ладно. Ничего страшного. В итоге у Ниба гораздо раньше... Нет, не гораздо раньше, у него чуть-чуть раньше Nexus, потому что партинг-таки тоже поставил на натурале. У партинга тут есть Феникс, он поднимает сталкеров в воздух. Войдра и так для галочки, он еще и бьет Феникса, так что он предельно бесполезен пока. Партинг показывает нам Блинк-микро, Ниб тоже. По итогу Ниба тут побольше, да у Ниба тут банально гораздо ближе до Вар. У партинга там все-таки... А, погодите секунду, а там же Проксигейт у Ниба, господи, что за путаница. Это у Ниба Проксигейт на 12 пробкой, которую я поставила Nexus. Окей. Здесь партинг-сражение будто бы выигрывает, а за это время кто-то там почти убил Nexus. Видимо, там был Dark, потому что любой другой юнит так быстро бы не справился. И, как я понял, Oracle разрулил эту проблему. Revelation Luch убил Dark'а, Nexus там на красных хп, можно будет попробовать его фокуснуть в какой-то момент. Заказан Charge пока у партинга. Ниб вроде бы играет без этого апгрейда. Но мы от Ниба еще не видели ни одного зилота. Снова Blink Micro на Blink Micro. Давно я не видел на самом деле таких игр, где протасы соревновались бы в этом компоненте. Соревноваться в этом деле с партингом, конечно, удовольствие ниже среднего. Но, как бы, а что Нибу остается? КГ, что ли, написать? Забирает партинг Nexus. И не отдает за это почти ничего. Не очень хорошо дела. У Ниба есть Arrakul, но он почти без энергии. Он там может включиться буквально на пару секунд. Не более того. Вот. Ну, партинг снова приходит кушать. Знаете, что странно? Что нет ни одной Сентри с Гардиан Шилдом. Вот нет на них Поми, который объяснил бы уже, в конце концов, в привычной ему манере о том, что Гардиан Шилд, вообще-то, уважаемые, уважающие себя люди, все-таки нажимают в сражениях. Ну, а тут, получается, чисто сталкеры на сталкеров. Понятно, что Сентри, наверное, попытались бы зафокусить, но это в любом случае выстрел, который не ушел в сталкера. Прыгает партинг вперед. Считает, что он достаточно пробил сталкеров оппонент. Очень похоже на то, что он прав. С другой стороны выходит Иммортал. Ага, окей. И ваншот Иммортала. И Ниб пишет GG. Не вытягивает он такое столкновение с партингом. На Лайтшейде стартует Ниб и партинг. Довольно быстро они с этим делом разобрались. И более стандартная карта. Карта, которую выбрал партинг. Чисто теоретически партинг мог бы в каком-то ПВП подфотонить. Но, с другой стороны, вроде бы у него сейчас все достаточно хорошо в макро. Поэтому, наверное, и необходимости-то в этом особо жесткой нет. Он может просто разыгрывать не то, что обязательно прям макро, но какие-то стандартные заготовки. А здесь у него, кстати, готовится корейская стенка, как я ее называю. Это, соответственно, пилоны, два гейта. Она так корявенько выглядит, но ее довольно легко закрывать. Она дает вижен вниз для ранней игры. Да, кстати, резонно пишет, что вполне вероятно, что партингу чуть комфортнее было пушить. Просто потому, что у нее все-таки было золото инком. Минеральный был повыше, чем у Ниба. Ну и плюс убитый третий Нексус. То есть в итоге билд Ниба через Voidrae не оправдался. Voidrae оказались почти бесполезными. И инком золото дал себе, видимо, знать. Ну, помимо микроконтроля. Приезжает партинг в позднюю разведку. Но, с другой стороны, раньше особо и не надо, потому что уже ближе к готовности кибернетки. Ты просто хочешь посмотреть, где второй пилон. Ну и в идеале какое-то время не давать сопернику поставить технологии, либо заставить его поставить их у тебя на виду. А так обычно не делают. Заказывают двух юнитов, грейт на варп, третий пилон. Ну и только потом какое-то технологическое здание. Как правило, так оно работает. Два адепта в этот раз от Ниба. Партинг играет через два сталкера. Ниб выходит, ставит третий пилон внизу. Ну, это значит, что он не в проксе, но больше это не значит особо ничего. Пожалуй, сейчас это выглядит как Старгейт Нексус. Но это совсем не обязательно, конечно. И после двух адептов тоже играют что угодно. Ну, Партинг увидел уже адептов. Он может отменять свой пилон. Ниб даже решил погоняться за пробочкой. Добивает ее. Партинг решил достроить. Ниб ставит там батарейку. Ну, кстати, по-моему, не видел сталкеров. Но, на всякий случай, батарейку решил поставить. Да, адепты будут пинать этот пилон. Партинга заказан Роба. И третий гейт. Да, от него однобазовый пуш. Весьма жесткий. Решил партинг не затягивать с Нибом. Пилон в итоге убит. И если Ниб ставит Нексус, то отбиться ему два адепта, две СН-3 будет, ну, очень тяжело на самом деле. То есть там... Тут еще и адепты попадаются. Правда, Партинг странно управляет сталкерами. Он, похоже, пошел ловить тени. Очень хочет забрать этих адептов. Тут почему так происходит? Потому что его пуш все равно будет немножко позже. Вылетит призма. Ага, Ниб играет через Даркшрайн. Заходит, видит, что перекрыт соперник наглухо, нет Нексуса. Теперь Нибу очевидно, что его улынет. Он ставит батарейку, причем, по-моему, наверху. Нет, внизу все-таки. Окей, считает, что можно внизу отбиться. Что нужно Нибу? Нужно дожить до Дарков. С другой стороны, там есть Роба, но явно же Партинг придет пушить без обсервера. Можно будет потянуть время, потом сделать Архона, если что. Нибу сейчас нужно, как мне кажется, варпать не сталкеров. Но он все-таки варпает именно еще одного сталкера. Заказывает Апса. Хотя сам играет в Дарков, но... Он не знает, зачем именно Партинг перекрылся. Теоретически там, конечно, может быть Дарк Шарейн, хоть это и не очень вероятно. У Нибы там есть Прокси Пилон. У него стратегия хорошо продумана, на самом деле. Он зажигает Беттери Аверчардж. Теперь Партинг должен убивать ее. У него вроде достаточно сталкеров для ваншота. Но все-таки у него нет блинка. Окей, Партинг убивает Пилон. Беттери Аверчардж уходит в пустую. И варп Дарка. Да, получается, Дарк тут отобьется. Второй Дарк уже пошел в контратаку. Партинг заказывает срочно Апсервера. Погодите, а изначально Партинг заказывал Апсервера? Да, наверное, Партинг. Так что у Нибы, по идее, не должно быть роботик. Он только сейчас его ставит. И удивился, с чего бы Ниб вообще заказывал Апса. Странная история. Окей, значит, Дарк пробивает здесь Пилон. Партинг попытался заблочить, но уже поздно. Но у него вот-вот появится Апсервер. Правильно? Да, уже есть. Заказан второй. Ниб не нажимает рекол. Я вообще не очень понимаю, что он делает, если честно. Он просто отдает Дарка. Ну, а здесь прилетит, когда Апсервер. Тогда Партинг сможет пропушить. Будет ли у Ниба что-то к этому времени? Он пытается получить срочно Иммортала. Заказывает его изо всех сил. Наверное, бустит. Это было бы логично. Здесь у него уже готовы две батарейки. Он просто играет против одной базы, поэтому он вполне себе может позволить отдать Нексус. И Партинг даже не убивает этот Нексус. Потому что Ниб был бы рад, если бы Нексус выиграл ему столько времени. Иммортал есть. Да, он же не был отменен, правильно? Значит, это должен быть второй, да. И Ниб даже спускается вниз и готов попробовать на этот Нексус подраться. С Имморталом можно. По-моему, эта армия с Имморталом чувствует себя примерно как медоед, который гарантировал своим зрителям победу над Ирландией. Имея в составе сборной России Братка и Скибус. Примерно такая же жесткость гарантий. Но, правда, пошли до варпы. И пошел Тарк снова в контратаку. Не знаю, есть ли там еще апсы. Наверное, там апсервер есть. Наверное, там нет юнитов. Тут два Иммортала. Очень жестко они, конечно, бьют по сталкерам, но они вынуждены одного отвезти. Партинг классно подмигрывает. У него такой блинк на минималках через призму. Да, тут день открытых дверей. Дарк проходит. И уничтожит экономику. Есть смысл нажать рекол? Есть, считает Партинг. Уходит домой. Наверное, не всеми, а одним апсом. Да, и сейчас сделает до варп какой-нибудь. Ну, или апсом и парой сталкеров, может. НИБ тоже подмигрывает. Включает Б3 оверчардж. Тут два пилона, поэтому зафокусить быстро не получится. Соревнование в микроконтроле. Партинг отдает сталкера, отдает второго. Ну, и, наверное, придется ему отступать. Но базу-то он убил. Остается ситуация 18 на 19 по рабочим. У НИБа есть имморталы, есть дарки. У Партинга нет нифига. Но есть роботикс. Ну, и, конечно, руки прямые еще тоже есть. К сожалению, такого апгрейда в Твайлайте нет. А то б я сразу сделал. Будем считать, что Партинг задонатил. И pay to win такой у него теперь. Встроенная обилка. Способность призывателя. Дерево талантов, как это в разных играх называется. Заказывает НИБ Апсервера. Вряд ли, конечно, Партинг пошел бы в такой ситуации в дарков. Но Апсервер полезен хотя бы для того, чтобы над тобой не висел чужой Апсервер. Не разведывал все, что ему хочется и не хочется. Нексус тем временем у него поставлен. Партинг Нексус почему-то не оставит. Такое чувство, что он хочет попробовать пробить вторым темпом. Или третьим, или четвертым. Какое-то уже. По счету. Ну, а не вообще никуда не спешит. Его все устраивает. Ставят Нексус. Наверное, строит... Нет, не строит третьего Иммортала. Минералов пока не хватает. Пару Сентрей, наверное, можно было бы варпнуть. Такое чувство, что не придерживает на что-то газ. Может быть, на Заврабдарков. Который сюда вот можно сделать сейчас. Можно и не делать. Можно одним прийти. Он, похоже, сделает все то же самое. Рекол. Энергия есть. Партинг не бустил ничего давно. Видно, что в Нексусе много энергии. Заходит в контратаку. Ваншотает сталкера. Иммортала так легко не убить. Целых три выстрела понадобилось. В это время партинг получал урон. У Нибы тут нет батарейки. И он сам нажимает рекол призмы. Да, для микроконтроля. Отбирает пару сталкеров в нее. Отдает Нексус. А здесь с Дарком что-то случилось. Кто-то его там убил. Может быть, даже пробки. Дарк был битый. Иммортала под микривает Ниб. Пассивка кончилась. Осторожно. Он перевысаживается вниз. Еще нужно и битых фокусить. Пока справляется Ниб. Очень неплохо с этим микро. Не знаю, может, игра на Америке. Может, у Нибы хорошие пинги. Но в любом случае, смотрится он достойно. И Беттери Аверчардж. Да, или это обычные. Может, и обычные. Не знаю. В любом случае, Ниб все еще спасает этого иммортала. Любопытно было бы посмотреть, сколько там у него киллов. Партинг продолжает пушить до Талова. Тут уже Нексус на желтых. ХП. Он подходит и забирает призму с имморталом. Ниб, ну как же так? Ну так долго держался. И в итоге, в самый распоследний момент, просто не потерял концентрацию на полсекунды. Мне кажется, у Ниба-то все было вроде нормально. Хотя, что там с минералами, конечно, интересно. Да, и партинг. Я думал, нам отмотают немножко на момент, когда он забрал призму. Но нет, похоже, это он просто смотрит графики. Поздравляем партинга. Он побеждает в стартовом матче. И будет играть с победителем второй игры.